Приветствую вас, Сергей. Вы знаете, я вот из вашей истории несколько вещей уловил, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое, это то, что вы склонны к деталям, вы склонны обращать внимание на детали, вы склонны как бы фиксироваться на этом, условно говоря, вы такой вот явно человек, как мне кажется, весьма педантичный и досочный в том, что для вас важно. Вы также иррациональный человек, то есть в главу угла вы ставите разум, вы ставите факты, ставите доказательства, аргументы и всякое такое. Мне кажется, что это вам очень мешает, потому что у меня остается очень стойкое ощущение, что вы себя не чувствуете, не чувствуете себя вообще. Если взять вашу историю, то вы ничего не говорите о своих чувствах, вообще ничего. Но вы говорите, что вам было тяжело, вы говорите, что вы застревали, что вы скандалили, но больше ничего. А ведь у любого скандала есть история, у любого скандала есть эмоциональная окраска, у любого скандала есть желание, что, чего вы хотите. И самое главное, у любого скандала есть вот эта вот база, то есть нужно понимать, что скандал это способ разрядки напряжения, копилось-копилось-копилось-копилось, и оно вылило в скандал. И неважно особо, кто скандалит, база немножко другого, что в скандале принимаете участие вы. Соответственно, соответственно, это вот первый момент. Если я прав, и вы действительно человек, который не совсем в лобах со своими чувствами, который не привык вообще их замечать и выражать, но при этом обладает достаточно сильным интеллектом и пытается все разумно-рационально разложить по полочкам, то ваша жизнь не вам слонит, потому что эмоциональной торпитки она не получает. Эмоциональной жизнью с вами не живет. Это помимо того, что вы описали. То есть я не касаюсь ее, я, наверное, не буду касаться ее, потому что, ну, пищевые, я, собственно говоря, только про вас. Мне кажется, что у меня возник такой образ, что вы, это постоянно такой очень сильный в кавычках мужчина, а она такая слабая в кавычках женщина. И почему я говорю сильный в кавычках мужчина, потому что это не сила, когда вы бежите от своих чувств, это не сила, когда вы полностью хороните то, что происходит у вас внутри, то, что происходит у вас в сознании, на чувственном уровне, с вашими желаниями. Это не сила, когда вы нарушаете свои личные границы, а вы их очень сильно нарушаете. Вообще, мне кажется, не чувствуете личных границ своих. А вот, если бы не было этой позиции, что мужчина не должен поднимать руку на женщину, и вы бы не были с ней согласны, то, что вы бы и, я уверен, смогли бы, смогли бы ударить свою жену. Это я не к тому, что это плохо, это я не к тому, что... Ай, ай-яй-яй, какой вы негодяй, и там, и так далее, нет. Это я немножко к другому. Это я к тому, что... Вы же, эээ, свою жену, фактически, фактически, не ударили, и не убили, и не задушили. Не потому, что она вам дорогая, потому что вы её любите, и, боже мой, как можно так делать, с любимым человеком. А потому, что есть позиция, что есть, эээ, позиция, наручив которую вы будете чувствовать себя виноватым. И это ощущение, что вы себя предадите. Но мне не кажется, что это предательство в, эээ, буквальном смысле слова. Мне кажется, что вам кажется, что, сделав это, то есть, поступив как-то по отношению к жене, как неправильно вы себя предадите. Но на самом деле вы предаёте не себя, а те, эээ, те правила, по которым вы привыкли жить. И эти правила, они не работают, судя по тому, что вы делаете, судя по тому, как вы живёте, судя по тому, что вам плохо, судя по тому, что вы рассказываете. Эти правила не работают, эти правила должны быть себя и жили, вот. Мне так вот кажется, что фактически у вас нет никакого контроля, управления инструментов для управления своей жизнью. У вас нет никаких средств сейчас, быть счастливым. Вы себя не знаете. У меня есть только ощущение, что просыпаясь, просыпаясь вот, по утрам, да, вы встаёте, эээ, встаёте с постели, смотрите в зеркало и вы видите там, эээ, незнакомого, незнакомого человека. Ну, то есть, внешне, внешне, конечно, он похож на вас, но вы себя не знаете. И вы не знаете, что вас радует, вы не знаете, что вас вдохновляет, вы не знаете, что взорвётся лёгкость и так далее. Ведь ничего этого нет. И у меня нет ощущения, что вам что-то нравится, у меня нет даже ощущения, что вы от чего-то кайфуете. Нет, нет, у меня есть ощущение, что вы жизнь живёте, потому что вот это вот так надо, вот это вот так тяжело, но так надо и вы её живёте. И вы достигли определённых результатов в своей жизни, но это не удовольствие, мне нет ощущения, что вы получаете удовольствие от своей жизни. И как бы, я не знаю насчёт жены, но я знаю, что человек, который не получает удовольствие, который не чувствует себя, ему очень легко, эээ, очень легко вывести на конфликт, очень легко вывести на эмоции и самое главное легко манипулировать. Ваша жена, она, эээ, чувствует себя слабой, в кавычках, с вами силен, в кавычках, эээ, как мне кажется, эээ, весь ваш брак, эээ, хотела восстановить равновесие, чтобы она точь-в-точь была, эээ, синяя, в кавычках. Такая вот конкуренция. И, конечно, эээ, эти правила игры, они, эээ, были взяты ею, у вас, потому что, ну, в такой парадигме вы живёте, вот. Эээ, она искала рычаг. Она искала рычаг, она искала в вашей стор, она искала рычаги, чтобы вы, эээ, вот допустили какие-то ошибки, вот, которые могли бы уравнивать её с вами. Сейчас мне это появилось, появилось, ну, это вопрос времени, держалась вы долго. Суть не в этом. Суть в том, что ваши отношения напоминают борьбу. Почему отношения напоминают борьбу? Потому что каждый из вас борется с собой, потому что каждый из вас, это, не знаю, трое друг, вы не знаете, эээ, кто вы? Вот кто вы? Не знаю, все вас радует, радует по, вот, вообще, вот, все вас радует, вам нравится. Все вас вдохновляет, вдохновляет. А знаете ли вы себя, например, ну, вот, вообще, вот, какой вы человек, вот, какой вы мужчина? А вот, эээ, помните ли вы, например, эээ, когда я был в последний раз, эээ, вы их, там, испытывали сильные эмоции? Вот, я имею ввиду, такие, прям, захлёсты. Не эпидсория, там, с твоей женой, эээ, когда она, эээ, там, при ребёнке у вас, эээ, объяснилась, оскорблялась и так далее. А именно, вот, так, вот, так вот просто. От, эээ, там, какой-нибудь картины, от, эээ, там, каких-нибудь, ну, событий, от, эээ, не знаю, заката, от деревьев, от неба, от звёзд, от земли, от воды, вот. Когда? Вот, эээ, я могу сказать, не сказать, что, что, эээ, моя практика, она, ээээ, инобилует мужчинами, которые, куда-то бегут. Мне ощущение, что вы играете бежит. И мне ощущение, что ваша жена, она, в принципе, тоже бежит, бежит, только у неё меньше ресурсов бежать успешнее. И поэтому она сама бежать не может, она зацепляется за тех, кто может. У меня зацепился завал. Первое, она зацепилась, там, за изначального парня, который, значит, с которым она приехала в Москву, а потом она зацепилась завал. То есть она, вот, если так вот проследить её историю, то история, это, вот, цепление от, ээээ, цепление и прыщки от одного к другому, к другому. То есть, если бы вы, вот, на меня ещё так присмотрелись, вы бы видели, ага, насколько она, вот, вообще меня, вот, как личность воспринимает. Вот. Примечательно, что, обращаясь к психологу, да, вы рассказываете кучей, кучей, кучей психологической информации, вот. Я вот не знаю, вы когда рассказывали про авиакомпанию, вы говорили, что отдельное спасибо авиакомпании, я подумал, у меня возникло ощущение, что я читаю рассказ журналисты, или автобиографисты, или историк, или, вот, стенографисты, то что-то, что-то такое. У вас очень много деталей, которые вообще не относятся к психологической стороне вопросов. Что говорит о том, что вы привыкли избегать важных моментов. Например, какие основания, на каких основах у вас начались отношения с женой? Например, что между вами общего? Например, сейчас по отношению к жене своей? С чего вы хотите? А семья для вас что значит? Просыпаясь утром и видя свою жену, например, спящий, или, там, готовящий завтрак, или сидящий, что вы чувствуете? Что вы хотите? Знаете, вот, каких бы высот вы не добились в своей профессиональной, ну, сфере, вот, она у вас строительная, строительная, я так понимаю. Если вы призванируете себя, вот, как профессионала, да, но при этом освещаете человеческую часть чувствовать, ошибаться, быть незавершенным, эмоционировать, значит, быть слабым, то это отношение не будет человеческим. И, как бы, ваша жена, она действительно чувствует, что вы не можете позволить себе быть слабым. Она чувствует себя в полной вашей власти, а вы чувствуете на себе огромную тяжесть контроля, без которого, как вам кажется, все разрушится. Хотя, это не так, и это иллюзия, что все разрушится. То есть, разрушится, в принципе, только то, что, только то, что я бы сказал, ну, не так, понятно? То есть, если, если что-то и разрушится, если что-то действительно разрушится, то это разрушение будет, ну, от того, что и так было не живым, понимаете? Ну, вы, наверное, со мной не согласитесь. Ну, мне так хоть. Кажется, я, конечно, могу здесь не брать. Вот. То есть, это все мое предположение. Поймите, пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы думали, что то, что я говорю, это истинно. Это истинно. Нет, я просто сейчас, сейчас, я просто высказываю свои мысли, свои вот ощущения, то, что у меня появилось при просмотре вашего текста. И, исходя из всего, что я сказал, складывается впечатление, что вы со своей женой очень разные люди. То есть, вы вообще-то изначально, изначально люди были разные. Но, это вот то, что вы изначально были разными людьми, и то, что общего-то у вас особо и не было. Ну, как бы никогда, в общем, у вас не было особо. Вот. Ну, как бы, обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства вынудили вас, там, ну, грубо говоря, да, сойтись там еще. Ну, вместе, возможно, вам было удобнее, вместе вам было, возможно, лучше, вместе вам было, возможно, комфортнее и так далее. Вот. Ну, из-за того, как вы описываете отношения между вами и вашей женой, складывается очень серьезное, серьезное такое чувство, что между вами вообще ничего общего нет. Что вас вообще ничего не связывает. И, вы знаете, вот, мне кажется, что решать, производиться или нет, безусловно, только вас. Но способ, путь к тому, чтобы наладить контакт, при условии, если вы хотите наладить контакт, он только вот в том, чтобы найти общую сторону. Чтобы ваша жена, она научилась вас даже не уважать, а видеть вас кого-то еще помимо мужа, помимо мужчины, помимо отца своего ребенка, помимо контролирующего фактора. Вот. И вам необходимо учиться быть слабым, вам необходимо учиться чувствовать, вам необходимо учиться говорить о своих эмоциях, вам необходимо изучать, исследовать свои чувства и эмоции. И, а вот, тогда вы будете раскрываться. Вот, я с меня ощущение, что, ну, не знаю, что я просто, знаете, ну, рабочее ощущение прочитал, вот, и все. Вот, у меня вот, у меня такое чувство, такое чувство появилось. Вот. И, эм, мне нравится нравится более человек. Там еще эти вот, эм, ваши взрывы, вот, эти ваши, вот, эм, всплески, они как раз и связаны с тем, что вы очень сильно себя занимаете. А, и, ну, мне кажется, мне кажется, что, решив эти проблемы, или, хотя бы, начав их решать, вы увидите довольно быстро, если между вами и вашей женой шанс что-то найти. А, ладно. Главное, в этот момент быть честным с собой. И все будет хорошо. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.